Все, запись идет. Отлично. Здравствуйте. Я хотела бы вам рассказать о возможности использования вот этих варифортов, которые сделаны, в принципе, для того, чтобы людям облегчить состояние, когда вены на ногах. И у моего мужа, например, через 6 месяцев он спал просто в таких варифортах, полностью вены ушли. И вот уже прошло 15 лет, и он не вспоминает о них. Но время от времени, это его постоянное как бы изделие для пользования, он время от времени все время на них спит. В смысле, в них спит. Время от времени профилактическое. Когда чувствует ноги устали, еще что-то такое, он их одевает. Ну, хотя бы раз в месяц, в два. Так вот, поначалу спал каждую абсолютно ночь и ем одел. Так вот, их можно, если купить два, совершенно уникально использовать. У них есть вот эти три липучки. И я, когда это попробовала, это получилось совершенно случайно. С тех пор я просто их обожаю. Вот смотрите, с одной стороны, во-первых, они очень большие. Они 20, 40, 55 на 60. Очень большие. Значит, если, например, их соединить два, то понимаете, 60 плюс 60, это получается уже 120. То есть, таким образом вы почти от сих пор и ниже ног вы можете лежать, как на матрасике. Это первое использование. Когда вы используете как матрасик, вы берете вот эти липучки, лепите вот здесь таким образом. То есть, залепляете, чтобы они не цеплялись. А вот здесь они мягкие. Вы сделали, перевернули и положили один, и рядышком положили второй. Вот. Я сейчас его приготовлю, потому что буду демонстрировать вам все варианты использования этих изделий. Итак, значит, вы прикрепили один, прикрепили второй. И сделали себе спокойненько прекрасный матрасик. Сейчас я вам покажу, насколько он длинный, удобный. То есть, вот я сплю, вверху у меня подушка, и посмотрите, внизу он у меня до колена. До колена у меня получается матрасик. Вот. Теперь дальше. Самое уникальное, я потом подумала, думаю, это липучки, и же нужно друг с другом соединить. И я начала это делать. То есть, каким образом? И слепила себе юпочку, потому что было желание, как бы, ну, когда с мочеполовой системой, там, как будто простудишься, там, циститного характера, а у меня были проблемы с тазобедренными суставами. И тогда я сделала следующим образом. Смотрите, я один соединила с другим с помощью липучки. Я худенькая, мне побольше нужно, чтобы залепить. Вот. То же самое я сейчас сделаю со следующей частью. Вот. И то же самое сделаю со следующей, третьей липучкой. Я соединяю эти липучки. Теперь, смотрите, я одеваю их и следующего присоединяю туда. Вот. Ну, кто полный, очень удобно на полного человека, великолепно совершенно присоединяется. То есть вы берете вторую липучку, присоединяете там, и третью липучку присоединяете там. Вот у вас получается великолепный, полноценный, совершенно, видите, юбочка такая. И в этой юбочке закрыты тазобедренные суставы, например, нужно. Вы перевернули и сделали обе на тазобедренные суставы. Вот, пожалуйста, спите, ходите, это абсолютно ничему не мешает. Вот. И у вас, получается, лечатся насквозь буквально весь аппарат. Желудочно-кишечный тракт, тазобедренные суставы, бедра. А эта проблема, ну, буквально повальная, 80% населения пожилого, это серьезная проблема. Но когда я себе начала так это делать, я подумала, «Бу, так я смогу вполне сделать его так, то есть таким образом я поднимаю». Ну, предположим, когда вы заболели, и у вас бронхит, да, легкие, больные, то тогда это можно делать следующим образом. Вы берете эту липучку, делаете на плечо и подсоединяете вот таким вот образом, да. А ту липучку с той стороны тоже самое. Вы снимаете ее и присоединяете ее, так, как я не делала, вот, отсюда, сюда. Вот. И у вас, получается, совершенно полноценная жилетка. Вот. Ну, понятно, короче, я ее там залепляю. Вот. И у вас, получается, совершенно полноценная жилетка. Вот. И вот у вас бронхит, там, пандемия, не знаю что. Вы можете абсолютно быть спокойны. Ваши легкие будут дышать. Я болела трижды этим ковидом с поражением легких и так далее. Вот просто в этих изделиях 99% была ситуация. Я когда пришла в поликлинику, они сказали, вы просто гигант какой-то. Вот как это после пандемии может быть 99%. Ну, вот так. То есть вообще не выносят, любая микроба, бактерия, но абсолютно не выносит того, вашего излучения. А вы здесь как в термосе. Помните, может быть, я рассказывала, что женщина купила замороженные продукты и купила микросферы. И не смогла летом попасть домой. Вернулась только поздно вечером. Но она думала, там каша. И она достает совершенно замерзший пакет. То есть что получается? Что микросферы сохранили, как в холодильнике, абсолютно холод. Вот точно так же они сохраняют ваше собственное излучение. И вы совершенно в идеальном состоянии, законсервированные буквально, находитесь с собственным излучением. Микробы, бактерии, грибы, они не выносят этого. И вот представьте, вы на даче или еще где-то, за рулем машины, в конце концов, у вас болит позвоночник. Посмотрите, какой великолепный жилет. То есть вы вот эту штуку прикрепили сюда, и у вас совершенно потрясающий жилет, который вы можете использовать для лечения позвоночника. То есть у меня просто нет слов. Лучше этого нет. И жилет стоит намного дороже, полноценный жилет, чем вот эти две повязки. Они такие пухленькие, такие хорошенькие. Ну, в общем, короче, этому предмету нет цены. Дальше что можно делать? Вот мало того, что я могу так находиться в этом и путешествовать, за рулем машины сидеть и лечиться. Я могу, например, использовать одну часть как сидушку на машине и с помощью этих резинок прикрепить, а вторую за спиной. То есть у меня получается в кресле, в машине совершенно полноценное получается кресло. А в машине, вы даже представить можете, когда я начала ездить на этих изделиях, но это ни с чем не сравнимо. Я всегда должна была подняться и обязательно разминать крестец. Он у меня очень болел часа через три, просто невыносимая была боль. Ну, отекали ноги, естественно, деревянной становилась голова. Так вот, когда я сижу на микросферах, облокачиваюсь, когда у меня находятся эти изделия, то я вообще ничего не чувствую. Однажды я рекорд побила. Я ехала на юг, в Деленджик на машине, и я ехала, по-моему, где-то я выехала часов, наверное, в 8 или в 7, и приехала в 9 или в 10, уже темнеть начала, гостиница ближайшая, и я в нее заехала. Ну, то есть, короче, это более 12 часов, и надо сказать, что я даже не пила и не ела, мне ничего не хотелось. Я была потрясена, просто побила рекорд. А до этого я 6-8 часов сидела за рулем абсолютно в идеальном состоянии. У меня ничего не болело, голова ясная, крестец не болит, ноги не отекают. Совершенно в великолепном состоянии. Ну, и мало того, где-то вы там заночевали, вдруг ни гостиницы нет. Вы тут же расстелили это у себя в машине, и у вас мини-матрасик, на котором вы за 3 часа восстанавливаетесь, а то и за час полностью в идеальном состоянии, и опять поехали в дорогу. Вот, мало того, это можно использовать ребенку в коляску. То есть, это совершенно достаточный размер для того, чтобы это положить в колясочку ребенку. И ребенок лежит тогда на прогулке в собственном излучении, ему не страшна никакая микроба, никакое охлаждение. Он будет все время горяченький, с идеально работающей совершенно кровеносной системой. Вот так уникально можно использовать эти два предмета. Ну, и дальше уже на что хватит вашей фантазии. Ну, вот и все, наверное, что я хотела сказать. Спасибо, Светлана. Отличные два репорта, которые помимо того, что лечат варикоз, вен, но еще также могут быть дополнительными инструментами для того, чтобы другие части тела у нас было здорово. Совершенно верно. Ну, мало того, что это можно, конечно, как подушка использовать. То есть, то же самое, липучки вы закрепляете, да, и кладете в свою подушку под наволочку. Все, не спите. Вот вам, пожалуйста, и подушка. То есть, ну, это просто не так. А главное, что это для двух людей. То есть, короче, в машине едет муж и жена, вот они оба защищены, оба лечатся, у обоих идеальные сосуды и так далее. Ну, и самое главное, что в машине, получается, у вас работает идеально кровеносная система. А на самом деле машина – самое страшное место, в котором происходит вот это залипание наших кровяных телец. И очень часто люди именно в дороге получают инсульты, умирают. Вот, вам это не грозит. Спасибо, Светлана. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.